Всем привет! В эфире вновь наше время. Программа от нас, подростков, именно вам, подросткам. Каждый месяц мы рассказываем вам о школьной жизни, ярких событиях в городе и всем, что интересно подрастающему поколению. И наш очередной выпуск мы решили посвятить столетию дополнительного образования. Поэтому сегодня мы поговорим о том, чему интересному и полезному саровские школьники могут научиться в свободное от учебы время. Мы выбрали несколько абсолютно разных направлений дополнительного образования в нашем городе. И прямо сейчас расскажем подробнее о каждом из них. Наш журналист Елизавета Юдакина, к примеру, отправилась в мастерскую художника-керамиста. Всем привет, друзья! Мы находимся в детской школе искусств номер 2. И прямо сейчас мы попадем в мастерскую керамики и узнаем всю магию этого интересного дела. Здравствуйте, Татьяна Владимировна! Здравствуй, Лиза! Я знаю, что вы являетесь педагогом отделения керамики. Чем здесь вообще занимаются и чему учат? Ну, Елизавета, вы пришли в детскую школу искусств номер 2. У нас есть великолепное старейшее отделение художественной керамики, правильно сказали. Занимаемся всем, чем угодно. Керамика очень широкий профиль, широкий диапазон, начиная с народных кружек, свистулек, горшочков, соответственно. Почему-то все думают, что керамика – это только горшки. Нет. Есть великолепные панно детские, есть совершенно потрясающие вазы, штофы, вот такие вот скульптурные композиции. Достаточно трудоемкие, интересные. Отделение существует с 1997 года, верно? Да. Скажите, может быть, какие-то техники менялись за это время? Ну, какие-то новые технологии? Что-то менялось? Конечно, меняется. Как меняется вся наша жизнь, так же меняется. Какие-то приспособления появляются, да? Более современные печи, более современные материалы, да? Если раньше, там, вплоть до того, что, ну, где-то битое стекло, и все это покрывалось изделием, где-то, ну, не такие совершенно краски были. Сейчас очень много материалов и, ну, приспособлений новых, которые мы используем. У меня появилось желание поработать на гончарном круге. Возможно ли это? Ну, я думаю, попробовать всегда возможно. Как бы, пожалуйста. Устанавливаем в центр комочек, мочим руки. То есть все происходит за счет центробежной силы и скольжения. Сначала центруем. То есть, видишь, он бегает в круг. Вот он виляет, да? А нужно сделать так, чтобы он не вилял. Для этого мы давим вниз и немножечко к центру и поднимаем кверху. То есть вот у нас идет. Все равно он гуляет. Усилие. Называется, да, усилие прикладываем. Притом, как опытные гончары говорят, тут не сколько, вот, чтобы богатырская сила была, а чтобы как посыл. Вот когда пень идет, да? Да. Тогда где-то откуда-то из середины. И здесь тот же самый, должен быть посыл. То есть, чтобы все это у нас слушалось. У нас получилось изделие. Все время спрашивают, как снимать? Спроси, как снимать? Как снимать? Значит, для этого существует вот такое вот приспособление. Называется струна. То есть мы тоже так же ее фиксируем, чтобы не было у нас концов болтающихся. И аккуратно срезаем. Прижимаем к кругу сильно. Итак, мы приступаем к работе. Раз, два, три. Постоянно нужно держать руки в воде, чтобы глина слушалась. Ну, вообще, очень классное ощущение. И мне нравится. Я советую вам когда-нибудь попробовать поработать на гончарном круге. У нас уже что-то получается. Бут. Субтитры вселенной. Ага. Смотри. А сейчас мы узнаем, какой процесс нас ожидает дальше. Вот такой первый. Не у всех получается так сразу. Значит, это твой подсвечничек. Мы высушим. Он станет вот такой твердый. Вот такой вот цвет. Видишь, разница небольшая. Да. Вот. Потом первый обжиг пройдет. Обожжем. Даже это изделие у нас без донышка. Обожжем в печи при 900 градусах. Называется первый обжиг. После этого, когда оно станет, посмотри, совсем твердым, другого цвета, прям, можно даже постучать, как камешек, уже можно будет украсить вот либо глазурями, вот таким вот блестящими, разного цвета, вот такие вот глазури бывают, либо расписать обычными акриловыми красками, либо гуашьими красками. В руках держу уже готовые изделия. Вот пару минут назад я не могла подумать, что смогу справиться с этим заданием, потому что столкнулась с этим впервые. Вообще, желаю вам прийти на отделение керамики и заняться таким необычным для вас делом. Здорово! Даже самой захотелось попробовать. А Вика Груздева решила выяснить, где же в нашем городе можно научиться играть на музыкальных инструментах и развить свои вокальные данные. Оказалось, что таких мест, ну, просто огромное количество. Хочешь — иди в музыкалку, хочешь — в школу искусств, любые инструменты и любые направления. Есть даже студия для начинающих рокеров. Если ты не мыслишь в своей жизни без живой музыки и хочешь играть в составе настоящей рок-группы, тогда тебе точно туда. Всем привет! А знали ли вы, что в молодежном центре существует такая студия, которая обучает начинающих рок-музыкантов? И называется она «Короткое замыкание». Прямо сейчас мы отправимся к ее руководителю Андрею Кочкину и узнаем, как же стать настоящим рокером. Андрей, привет! Привет! Расскажи нам, пожалуйста, что это за помещение и чем вы тут занимаетесь. Это вот квадратное помещение 5 на 4 метра. Здесь мы обычно репетируем, собственно, в компании вот этих вот людей, сюда фотографий. Чудно. Ну, на самом деле, здесь находится студия «Короткое замыкание», которая занимается... Мы предоставляем помещение молодым рок-группам города Сарова. И я с ними буду, в частности, тоже здесь занимаюсь. Кто может к вам прийти? Ты можешь прийти. А что я вам нужна? Ты такая скажешь, такая, типа, я такая пришла, хочу играть рок-музыку. У меня, значит, есть идеи, мы будем устраивать концерты. То есть я сразу должна прийти уже с группой? То есть я не могу прийти одна и, например... Ну, желательно, да. Вот и в этом есть такой момент, что все-таки сюда лучше приходить уже к коллективам таким. Хотя бы вот, чтобы иметь, ну, четверых человек или троих, чтобы вы могли действительно заниматься группой. Это для рок-групп, не для сольных исполнителей. А научишь меня играть? А ты это очень хочешь? Да. Правда? Да. Ну, не знаю, смотря что умеешь играть, как умеешь играть. Вот таких тоже много, ребят. Если очень хочешь, ну, учу. Первое, что надо сделать, это испугаться звука гитары, в первую очередь, конечно. Ты знаешь, что такое вообще? Вот я тебе так отраду. Это это индиатор. Ну, все, тут учить нечему. Ты смотри, делай вот так. Короче, это был первый урок, ты не оглохал, молодец. Собственно говоря, многие боятся. На самом деле, это очень важный момент. Многие ребята, когда приходят, собственно говоря, играть на гитарах, дома они играют там через компьютер, когда приходят играть вживую, впервые видят, что комбик оказывается орет, и что гитара вообще-то заводится, и что это много звука, и вот это контролировать очень сложно. Почему он на электрогитаре играет медиатором, а не как? Может, пальцем. Медиатор дает более резкую атаку, более четкое звучание, такое неразмутое, не мутное такое, я скажу, не глуховатое, более яркое. Ребята, я в первый раз в жизни играю на гитаре, это безумно интересно. Занимайтесь музыкой, это очень классно. Выпускник студии «Короткое замыкание», постоянный участник и организатор рок-фестивалей, квартирников и концертов, Никита Волков сейчас покоряет большую землю. Он приехал с долгожданным концертом в родной город и дал большое интервью нашей программе. Никита, привет! Расскажи мне, пожалуйста, как ты пришел к музыке, и почему именно музыка? Так, привет! Как я пришел к музыке? Ну, обычным, наверное, способом, как и у всех, это появился интерес и решил попробовать, взял гитару, таким образом пришел к музыке. Все. А потом это просто со временем стало как какой-то способ выражения и способ, наверное, как-то не только выразиться, а защититься, наверное, от чего-то. То есть какие-то проблемы, это все убрать в музыку. Ты сейчас живешь в Нижнем Новгороде, да? Да. Ты там учишься? Заочно, да, учусь. На кого учишься? Я учусь на педагога-организатора культурной массовой творческой деятельности. В общем, на самом деле я учусь в театральном, но когда я оттуда выйду, у меня будет образование пед, ну, то есть педагог-организатор. Ты сказала, что хочешь, грубо говоря, быть педагогом. Какой у тебя был любимый предмет в школе? В школе мне очень нравились русский язык, хотя русский у меня очень плохой, ужасный просто. У меня очень много орфографических ошибок, но именно учитель русского языка прям большая. Она у меня вызвала такую любовь к литературе, наверное. Но тоже все не просто так, а по каким-то разным обстоятельствам. Где ты черпаешь вдохновение для своей музыки? Где я черпаю вдохновение? Ну, везде. Я живу, и со мной что-то происходит. Я общаюсь все время с разными людьми, еду с разными людьми в маршрутках, встречаю их, прощаюсь с ними. Они уходят, приходят, дают какие-то мне эмоции, дают какой-то мне опыт в жизни. И от этого я беру свое вдохновение. Наверное, вот так. А вот многие исполнители пишут свои песни для кого-либо. Вот было ли у тебя какое-то? Почти всегда, в 80% случаев, когда что-то пишу, я пишу именно для кого-то, посвящаю кому-то. Либо не для кого-то, а из-за кого-то. Завтра мы отправимся по новому руслу. Я испытаю чувство свободы и приведу с собой тебя. Ведь завтра мы уедем отсюда надолго. Там, где движ и море дороги, она приведет тебя. Прикладное творчество, исполнительское искусство, музыкальные инструменты. Это все, конечно, хорошо, но в выпуске, посвященном дополнительному образованию, мы просто не могли обойти вниманием спорт. Наш выбор пал на самый популярный вид спорта в России. Ну, конечно же, это футбол. И для того, чтобы выяснить, кто и как в нашем городе готовит будущих чемпионов, я отправилась на тренировку ребят из отделения футбола Дюш и Кар. Прямо сейчас мы находимся на тренировке футбольной секции спортивной школы Икар. За моей спиной уже разминаются ребята, которые, возможно, в будущем станут чемпионами и войдут в состав национальной сборной. Я тоже решила попробовать себя в роли настоящего футболиста. И прямо сейчас я выполню с профессиональным тренером несколько элементов. Погнали! Здравствуйте, Артем Александрович. Вот я, например, человек, который практически ничего не знает о футболе. Какие бы, например, разы вы могли мне рассказать? Ну, во-первых, футбол – это самая популярная игра на планете Земля. Это как бы известно давным-давно. Зародился она в Англии. Вот. В нее играют… Раньше как бы играли одни ребята. Уже давно, в принципе, играют и девушки. Скажите, пожалуйста, ведь каждый игрок на поле имеет свою какую-то роль? Защитник, нападающий, вратарь. Какие роли вообще бывают в футболе и за что они отвечают? Ну, соответственно, да, как бы состав команды не ограничен. Ну, единственное, только вот выходит на поле 10 плюс 1. Вот. Есть вратарь, само собой. Их несколько, 2, 3, 4. Играет лучший, как, в принципе, и 10 этих человек лучшие, значит, если они выходят вначале. Защитники, которые должны оборонять, скажем так. Но сейчас футбол современный, он изменился, что сейчас и защитники как бы играют роль такую, что вот крайние защитники, допустим, они больше уже подключаются в атаку. Я очень хочу научиться каким-нибудь элементам. Вы можете меня им научить? Ну, конечно, с радостью. Элементы упражнений, это все, конечно, очень здорово, но ведь главное в игре это забить гол. Так ведь? Так. Как правильно его забивать? Чтобы научиться правильно бить по мячу, вот, в принципе, бить, забивать можно по-разному. Как щекой, так шведой, как и пыром. Как говорится, неважно, какой частью тела, кроме рук, мяч должен пересечь линию ворот. Бить правильно детей мы учим на тренировках, в парах, вот, либо с предметом, то есть с мячом. Удар правильно наносится за счет опорной ноги, не той, которой мы бьем по мячу, а за счет опорной ноги. То есть если я правша, допустим, вот, хотя в современном футболе мы должны убить, учиться правильно и правой, и левой, вот. Ну, допустим, правой ногой мы бьем по мячу, если, то тогда левая нога должна стоять у нас чуть посередине, оттягиваем носочек опорная, бьющая нога, носочек смотрит вниз, подъемом мы попадаем в центр мяча. Руки вверху, корпус чуть наклонен, и при ударе у нас, как бы, корпус вперед, и вот такое движение у нас получается. Ура! У нас получилось! Сегодняшняя тренировка была невероятно крутой, интересной и полезной. Может быть, конечно, чемпионом мира по футболу я не стану, но начало уже положено. В эпоху развития медиатехнологий и огромного доступного для каждого информационного пространства очень многие ребята уже в школе начинают интересоваться журналистикой. Получить азы этой профессии тоже можно в объединениях дополнительного образования. Например, в студии «Медиастарт» молодежного центра ребята изучают основы журналистики, учатся брать интервью и писать новости. Они попробовали себя в качестве тележурналистов и сняли материал про клуб любителей настольных игр. Сегодня настольные игры очень популярны. В них играют и дети, и взрослые, и бабушки, и дедушки. Но есть одно «но». Настольные игры очень дорогие, но поиграть в них можно и вне дома. С этой целью мы пришли в молодежный центр. Здесь работает несколько объединений, в которых можно поиграть и в мафию, и во что, где, когда. Да, нас интересуют именно настольные игры. Один из клубов «Башня дракона» руководит им Сергей Макарец. Как возник ваш клуб? Это было в 2012 году, когда нам захотелось не просто подниматься собираться, а собраться в одном месте, собрать всех людей и заняться любимой игрой. По вашему мнению, для чего нужны настольные игры? Настольные игры – это отличное хобби, чтобы занять свободное время, потому что мы все устаем после работы, и почему бы не снять напряжение, поиграв в любимую настольную игру. А еще в молодежном центре играют в маджонг. Давайте выясним, что это за игра. Расскажите, во что вы играете? Это японский ричи маджонг. Игра очень азартная, но при этом здесь есть место для тактики. Каждый сброс очень важен. При этом игрок, который проигрывает, он может в любой момент отыграться. Ну и наоборот, если ты уже сильно проигрался, то очень тяжело будет. Сложно ли новичку влиться в ваш коллектив? Ну, если честно, в маджонге действительно непростые правила, но при хороших педагогических способностях обучающего достаточно просто влиться. Ну, к тому же у нас дружелюбный коллектив, все веселые, все все объяснят. Есть игры стратегические и логические. Они помогают научиться ставить цели и ясно излагать свои мысли. Исторические игры помогают детям легче учиться в школе. Также игры снимают стресс и поднимают настроение. Пользы от настолок много. Приходите в молодежный центр и играйте. На сегодня это все. Мы желаем вам продуктивной учебы и хорошего настроения. Смотрите наши выпуски в эфире канала 16, на официальном YouTube-канале и в социальных сетях. Подписывайтесь и ставьте лайки. С вами была Виктория Сухорукова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok